Да, Россия теряет свое влияние, и причиной тому неорвание. Это перекладывание с больной головы на здоровую или наоборот, это приводит к искажению оценок, чем занимаются российские представители, которые называются экспертами, политиками или, не дай бог, друзьями армянского народа. Россия инструментализирует Азербайджан в вопросе оказания давления на армию. Россия в очередной раз разыгрывает армянский гамбит на Кавказе, чтобы, жертвуя армянскими интересами, обрести преимущество на всей Кавказской доске. Да, говоришь армянскими языками. Армяне с этим не соглашается и не будет соглашаться. Это тоже вполне себе естественно. На данный момент Россия является страной, которая ставит под сомнение независимость и суверенитет Армении. Территориальную целостность Армении. Неприкосновенность границ Армении. Россия считает в порядке вещей, что Алиев должен постоянно стрелять. И Россия должна будет продолжать использовать вот эту стрельбу для того, чтобы расширить свое присутствие и влияние в Армении, которое на этом фоне нам сто лет не нужно. И вот это и привело к тому, что мы сейчас можем уверенно зафиксировать, что Россия это страна, с которой нам больше не по пути. Позиция Армении, она однозначна. Что на основе Устава ООН и на основе Алма-Азинской декларации Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном. И это при том, что Карабахский вопрос, он не решен. И должен быть международный механизм диалога между Баку и Степанакертовым. Россия вот этот Карабахский конфликт превратила в вешалку, и на которую повесила и Армению, и Азербайджаном. Армения висеть, продолжать висеть не собирается. Ни за какую вековую дружбу. Пусть убираются к черту со своей дружбой. Это позиция Армении. И она будет такой. Во всяком случае, мы будем добиваться, чтобы она стала такой. И у официального Еревана тоже. Мы видим, что Россия на данный момент, говоря языком классической борьбы, постоянно Армению ставит в партер, беря на себя роль якобы арбитера. И видим, что Россия полностью поощряет Азербайджан на основе тех союзнических взаимных обязательств, которые вступили в силу за день до вторжения России в Украину. 22 апреля 2022 года. И там написано, что стороны должны воздерживаться от действий против интересов друг друга. За это время столько всего случилось. Вы слышали, чтобы какое-либо действие Азербайджана в Москве было расценено как действие против ее интересов? Нет, и не услышите. А это означает, что все, что делает Баку, это в интересах России. И скажите мне, пожалуйста, зачем нам такой союзник? Я не хочу более грубые выражения себе допускать, но эта холера должна быть вычищена отсюда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!